Здравствуйте, уважаемые телезрители! Самые интересные спортивные события минувших 7 дней в программе «Спортинформ». С вами Сергей Мисурагин. Славянский забег вернется в программу 31-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. Это стало известно во время встречи заместителя председателя Витебского облсполкома Вячеслава Дурнова со знаменитыми белорусскими легкоатлетами, председателем Белорусской Федерации Легкоатлетики Иваном Тихоном и бронзовым призером Олимпиады в прыжках в высоту Максимом Недосековым. Также речь шла об улучшении спортивной материально-технической базы в областном центре. Поднимался вопрос о строительстве в Витебске крытого легкоатлетического манежа. Похоже, есть в Витебском училище Олимпийского резерва, но он уступает современным многофункциональным спортивным объектом. Проект нового крытого манежа был разработан еще в 2009 году, но реализовать задуманное так и не удалось. В планах строительства манежа легкоатлетического много видов спорта, которые желали бы, чтобы был легкоатлетический манеж в городе Витебска, потому что полноценного манежа в Витебске его просто нет. И даже я бы приезжал бы сюда и тренировался бы, если бы здесь был, конечно же, манеж. И не всегда бы тренировался в Минске, но именно в своем родном Витебске. Раньше проводился славянский забег, и мы хотим возобновить его, чтобы развивать культуру бега. Много целей в этом забеге есть. И семейный забег будет включен, и, скажем, массовый забег, и забег для профессионалов, которые едут по всей республике и выступают. То есть для всей категории наших граждан Республики Беларусь и наших гостей, которые приедут и могут поучаствовать в этом забеге. Строительство новой спортивной арены – это вопрос времени и финансовых возможностей. Местом, где планируют возводить крытый манеж, выбран микрорайон Бильва. С численностью населения порядка 45 тысяч жителей. Безусловно, в славянском забеге во время международного фестиваля искусств славянской базары в Витебске примут участие и воспитанники колледжей. Прыжки в длину, бег на длинные и короткие дистанции, метание мяча. В Витебске прошла республиканская спартакиада учащихся колледжей по легкоатлетическому многоборью. Борьбу на стадионе Центрального спортивного комплекса вели семь команд из всех регионов нашей страны и города Минска. Как дождь и ветер соперничали с легкоатлетами, следила и наша съемочная группа. Республиканская спартакиада среди учащихся среднеспециальных учебных заведений Беларуси проводится по шести видам спорта. В течение года воспитанники колледжа оспаривают лидерство в волейбольном, баскетбольном и мини-футбольном турнирах. Выясняют сильнейших в соревнованиях по настольному теннису, легкоатлетическому многоборью и кроссу. Кстати, в последней дисциплине наши земляки опередили в этом году конкурентов. Достойный результат. Буквально два дня назад завершили соревнования по легкоатлетическому кроссу. Тоже среди учащихся дальней категории за командой нашей области заняло первое место. И мы надеемся, что и сегодня, сегодня и завтра результат будет неплохим. Заборная команда Витебской области является действующим победителем республиканской спартакиады. В прошлом году наши земляки без провалов прошли всю дистанцию соревнований и заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Секретов из успешного выступления никто не делает. Дело в том, что в колледжах пристальное внимание уделяют занятиям физкультуры и спортом. Сейчас в составе сборной Северного региона есть много спортсменов-любителей. Юноши и девушки тренируются несколько раз в неделю. Это позволяет набрать и поддерживать неплохую физическую форму. Я стала заниматься лёгкой атлетикой уже как шестой год. Занимаюсь лёгкой атлетикой дистанцией 1000-2800. Была два раза победительницей в Витебской области по лёгкой атлетике на 800 метров. Тренировки каждый день. В команду попало, так как меня увидели мои способности спортивные, так и попало. Я занимаюсь в своём удовольствии, просто нравится бегать. Ну, в неделю три тренировки. Лучшие результаты на 30-100 метров. Легкоатлетическое многоборье – один из интенсивных видов спартакиады. Проходят в течение двух дней. Вначале участники бегут 100-метровку, прыгают в длину и бросают мяч. На следующий день легкоатлетов ждут забеги на длинные дистанции. По сумме всех результатов и определяют победителя. А для организаторов эти старты стали хорошей репетицией в преддверии крупных соревнований, которые скоро примет Витебщина. Здесь пройдёт и республиканская спартакиада школьников по 21 виду спорта. В соревнованиях примут участие команды из всех областей Беларуси и Российской Федерации. В Витебске завершился открытый областной турнир по тяжёлой атлетике в памяти заслуженного мастера спорта СССР Николая Костылева. На этот раз борьбу на помосте вели только спортсмены северного региона. К чему готовились атлеты в нашем следующем материале. Для витебских тяжелоатлетов турнир памяти заслуженного мастера спорта СССР Николая Костылева в этом году старт особый. Из-за коронавирусной пандемии соревнования не проводились два года. Николай Григорьевич – тяжелоатлет, который внёс значительный вклад в развитие нашего любимого вида спорта тяжелоатлетики не только в Витебской области, но и в целом Советском Союзе. В 50-х годах он входил в число сильнейших атлетов Советского Союза, принимал участие на чемпионатах мира и Европы. В 55-57 годах завоевывал золотые медали на чемпионатах мира и Европы. Также хочется отметить, что это человек, который установил 8 мировых рекордов в троеборье в своё время, преодолев планку, непреодолимых в 380 килограмм. Отечественные спортсмены из-за политических амбиций западных спортивных федераций отлучены от международных соревнований, но тренировочный процесс не останавливают. Акцент делается на проведении внутренних стартов. Таким образом, турнир памяти Николая Костолева совпал по времени с проведением подобных спортивных форумов в других областях страны. В результате лидерства в Голосном центре оспаривали только представители Витебской области. Впереди у наших земляков республиканская спартакиада школьников и чемпионат Республики Беларусь. Это у нас предпоследнее соревнование, турнир Костолева. И ещё будет республика спартакиада школьников проводим в городе Полоцке. И на этом всё. И все наши мероприятия в этом году заканчиваются. И в сентябре только будет чемпионат Республики. Тем временем на помосте развернулась упорная борьба. Каждый хотел показать свой максимум. Так, десятилетняя школьница из Глубокого, Майя Игнатьева, тяжёлой атлетикой занимается только один год, но уже выполняет норматив первого взрослого разряда. В первое время не получался рывок. Было обидно, но всё-таки интересно, как же будет потом всё работать. Толчок сразу понравился. Очень хорошее упражнение. На данный момент зал на ремонте у нас пока что временно. Сейчас готовится город к Дожинкам. И ремонт зала осуществляется пока временно. Немножко в другом месте тренируемся. Работает ещё девочка со мной, девушка. Молодой тренер, третий год. Где-то человек 40 у нас на двоих занимается. Неплохо сезон вкладывается и для мастера спорта, воспитанницы Витебского училища Олимпийского резерва Полины Печугиной. Она стала победительницей первенства страны среди юниоров до 20 лет. В толчке я для себя установила рекорд. Я ещё никогда не толкала 70 килограмм, а на юниорах я толкнула 70 килограмм. По мнению специалистов, результаты турнира подтвердили, что лидеры сборной области находятся в хорошей форме и готовы составить конкуренцию сильнейшим тяжелоатлетам Беларуси. Представители игровых видов спорта отдыхают, а на первый план выходят индивидуальные дисциплины. На этой неделе своё мастерство продемонстрируют поклонники королевы спорта, лёгкой атлетики и представители восточных единоборств – тейквандисты. Волейбольные, баскетбольные и гонгбольные чемпионаты уже завершились, и спортсмены отправились в отпуска. Время на отдых получили и футболисты, благодаря играм национальной сборной. Следующий тур стартует не ранее, 17 июня. Тем не менее, прохлаждаться у футболистов времени нет. Прошло треть розыгрыша, а результаты, которые демонстрирует ФК Витебск, не радуют. Семь набранных очков и 13-я строчка в турнирной таблице – далеко не тот результат, что ждут болельщики. Команда уступила во всех встречах с фаворитами, да и с середняками играть с позицией силы не получается. Исправить ситуацию должен тренерский штаб вместе с подопечными. И время на это есть. Идём дальше. В начале недели легкоатлетическое ядро Центрального спортивного комплекса займут поклонники королева спорта. В понедельник здесь стартует первенство Витебской области по лёгкой атлетике в программе Олимпийских дней Беларуси. Вместе с этими соревнованиями пройдёт и первенство Северного региона по лёгкой атлетике. На старт выйдут ребята 2003-2004 годов рождения. Погода в последнее время радует легкоатлетов. Это даёт возможность показать неплохие результаты. И основательно подготовиться к выступлениям на республиканской арене. Теперь к другим темам. В пятницу, 10 июня, в Бресте будет проводиться первенство Республики Беларусь по тайквондо. Витебские представители восточных единоборств традиционно сильно выступают на этих стартах. Тренерский штаб рассчитывает, что спортсмены Витебской области будут претендовать на самые высокие места и пополнят свою медальную копилку. И снова вернёмся к лёгкой атлетике. 10 июня областной центр станет местом проведения первенства Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Старт важен. К нему наши спортсмены серьёзно готовились, чтобы составить конкуренцию сильнейшим атлетам нашей страны. И на этом у меня всё. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, берегите себя и до следующих встреч в эфире.